Вот сегодня вы раньше, точнее, вы раньше сказали, что я показывал, как построить компьютер. Я сказал нет, я разговаривали про монтеристские платы или дисководы, точнее, диски. И я сейчас подумал, а что, если построить презентацию, как построить компьютер идеально, и на самом деле я уже её построил. Но, если будут вопросы, спрашивайте у меня, она получилась долгая. Илюш, ты слышал, там Гриша спрашивает, можно там сказать что-то? Говори. На самом деле есть такая компьютерная игра, называется PC Building Simulator. Я это уже в конце, я знаю, она платная, и я её хочу получить в октябре, потому что она будет бесплатной в октябре на Epic Games. Я её знаю. Я её очень хочу на самом деле. В конце презентации это показано. Ладно. Вот, начинаем нашу презентацию. Так, где же? Оп-ля-ля. Не. Так, не тут, нам должно быть тут. Как собрать ПК? В эту презентацию мы разберём, как собрать ПК. Понятно? Понятно. Первое. Выбираем процессор. Это не настоящая картинка. Почему не блок компьютера и макетную плату? Потому что процессор влияет на материнскую плату и питание компьютера. Нужно выбрать удобный для вас процессор. Мощный, по размерам, по разным случаям, генерацию и т.д. Ну, значит, у меня и так далее. Значит, у меня третья генерация, а для зума нужна четвёртая генерация, поэтому процессора. Поэтому вам нужно выбрать удобную генерацию процессора. Можно я быстро расскажу про процессоры? Угу. На лаптопе моего папы, у него есть геймерский лаптоп, там AMD Ryzen 9 Series 5000. Здравствуйте. Ладно, я на самом деле в процессорах не так хорошо разбираюсь. Ну, раз на AMD Ryzen 9 Series 5000 один из самых мощных. Я знаю. AMD, ты сказал? AMD. На самом деле я хочу получить AMD. Сам. Ладно. Я твоему папу очень сильно завидую, скажу. Но лаптоп достаточно маленький. Лаптоп маленький, ладно. Я знаю, он современный. У меня старый лаптоп. Почему ещё не самому коробку для... Как выбрать графическую карту? Почему ещё не самому коробку... Саму коробку для ПК? Потому что ещё рано или подробнее. Коробка зависит от графической карты. Значит, форма вот этой графической карты зависит на коробке компьютера. Ну, этой. У папы мобильная такая графическая карта. Ну да. Ладно. Но это зависит, потому что... На самом деле я это проверю на собственном опыте. Он просто взял карту. Вот так. Он просто взял карту, которая у меня стоит в компьютере, и попробовал вставить в старую версию коробки, пока у меня этой не было. И не получилось просто вставить. Он даже сверлил эту коробку. Не получилось никак. Он реально сверлил её. Только не дрели, а молотком. С гвоздем. На это молотить, а не сверлить. Ну ладно, но он типа закручивал его, будто сверлил. Но никак не получалось. Поэтому он решил купить новый тип коробки. Новый тип коробки. Вот это сейчас геймовая коробка. Потому что для геймовых коробок нужны мощные графические карты и современные графические карты. Как это? У меня просто три вентилятора и, наверное, послабее. Как выбрать материнскую плату? Первое, надо узнать модель процессора, вентилятора для этого. Глажданин. И графические карты. Потом надо купить такую плату, на которую вмещается ваш процессор. Графическая карта. И что она может присоединиться к вашей коробке. Значит, что если вы выбрали коробку, что эта плата могла подсоединиться по винтикам. А то это бесполезная плата, если не может. Взамки нет, довольно слабая. Скажи, пожалуйста, а это все можно делать дистанционно? То есть подбирать в разных местах это все? Да, можно подбирать в разных местах. А можно купить готовый компьютер. Но я бы рекомендовал делать самому, потому что это более интересно. И можно какой-либо делать. Становитесь более логичными, умными. И еще строите ваш собственный, значит, вашу собственную графическую карту, которая вам нужна и так далее. А можно добавить даже компоненты, которые не добавлены в другой компьютер. Как выбрать систему? Перед тем, как выбрать диск, надо выбрать систему. От этого зависит размер диска. Например, я использую Windows 10, но можно и другие. Например, macOS или Linux. Выбрать систему можно по-разному. Зависит от процессора ее мощности. Система должна быть удобной, не старинной, чтобы не было багов и лагов. Подходящий на ваш ПК, как macOS X, macOS сложно установить на Windows ПК. И еще вам хочу сказать, что, ну да, система... Нет, это сказано следующее. Вот, тут сказано, точнее. Я бы рекомендовал два или больше диска, потому что один для программ, другой для системы. Просто у меня два диска, и так система забарахлен чем-то, не знаю чем. Ну, то есть, надо такую материнскую подобрать, чтобы туда можно было присоединить, да? Нет. Каждая материнская плата может подсоединить минимум где-то пять дисков этих. Ого. Ну, если это не компьютер. На самом деле, для телефона примерно один-два. Все. И тот телефон будет толстым. Поэтому у телефонов такой маленький размер памяти. Как четыре гигабайта у меня на телефоне. На планшете, точнее. О, кстати, а ты ничего не сказал? Выбор оперативной памяти. Она входит в материнскую, что ли? Оператив... А, ну да, забыл немного, извините. Это я отдельную презентацию для этого сделаю. Окей? Скоро. Когда вы будете рассказывать, я ее сделаю. Или могу, ауч, добавить ответу. Ну, ничего, ничего, продолжай. Ладно, мы... Ну, я могу рассказать про оперативную память отдельно, на самом деле. Пожалуйста, объясните, что я сделал. Сейчас во время демонстрации слишком маленькая картинка выйдет. Ну, ладно, потом покажу. Ладно. И диск системы должен быть разным, для разных систем. Например, для macOS X, точнее, нужно 44 или больше гигабайтов. Вы просто узнаете, сколько весит ваша система, и добавьте 90 или больше гигабайтов. Сейчас я расскажу про оперативную память. Оперативная память довольно-таки важная вещь в компьютере. На самом деле, если у вас нету так очень много оперативной памяти, как на моем том компьютере, только 6 гигабайтов на минус 10, то будут огромные проблемы. Синие экраны. Синие мертвые экраны на компьютере. Вы знаете, что это такое? Не самая лучшая вещь. Ну, да. Компьютеры иногда умирают даже от этих вещей. Вы знаете это? Они даже умирают от этого. Ну и что, потом починили? Я не знаю, можно ли их починить? Думаю, что придется сменить весь компьютер почти. Ну, если позволить компанию, то она все починить. Ну, ладно. На самом деле, я глубоко в это не углублялся. Немного углублился, и все. Дальше пошел. Дальше. Что про оперативную память, что иногда можно только 2 слота вставить, не 4, как на ноутбуке, например. Можно вставить только 2 слота оперативной памяти. Оперативная память, это когда надо оперативную информацию временную. Ну, да, ты прав. Нужно ее временно поддержать. И на самом деле, вот у меня сейчас оперативной памяти занятость 12 гигабайт из 32. И я вам скажу, что оперативная память занимает немного места, и, точнее, много мест, ну, нужно больше, я имею в виду. И у геймовых компьютеров 16-32 гигабайта оперативной памяти. 64 гигабайта для них слишком много, скажу. Но для меня, на самом деле, я работаю в многих программах, например, в Ардуино, еще в Unreal Engine, еще читаю, еще рисую и так далее. Берет довольно-таки много памяти. И это может убить компьютер, если бы у меня была память. Ладно. Ага. Нужен ли дисковод? Если нужен, то какой? Дисковод сейчас устаревшая функция. Ее мало кто использует, но на очень старых коробках для ПК они остались. Но если по какой-то причине он вам нужен, давайте разберемся, какой вам нужен. Я бы рекомендовал тот, который быстрый, вмещается в вашу коробку ПК, который может читать и писать на диск. Но это не обязательно, может только читать, это главное. Если вам нужен лазерный, давайте лазерный. Не существуют лазерные дисководы. Только учтите, что не все дисководы вмещаются в коробки ПК. Например, в некоторые коробки вообще нельзя вставить вот такой дисковод, никакой вообще нельзя. Только блок питания, какой выбрать? Еще тут Д, И, должно быть буква И, Е. Точнее, тут должна быть буква Е, оперативная память. И тут должно быть, мы добавим Е. Вот тут плюс, точнее, сейчас, должно быть А, плюс Б, плюс С, плюс Д, плюс Е, плюс 5. На всякий случай 5. А. Питание процессора. Б. Питание материнской платы. С. Питание всех дисков, которые вы установили на ПК. Д. Питание всех графических карт. А, БСД, Е, оперативной памяти. Так, что кто? Можно я кое-что еще дополню? Дополни. Ева, говори. Говори. Оперативная... 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 Нет. Я не понимаю, Ева. Сейчас. Ладно. Это привод, это CD-ROM, который вставляется в диске. Это как ты говоришь, называется? Он называется привод или CD-ROM, а ты говоришь, это дисковод. Он бывает внешний и подключается через USB. Я сказал это, он может подключаться через разные порты. И на самом деле он может даже быть вставлен в компьютер, но бывают USB и еще другие, наверное. Еще тут... Да, они отдельно продаются. Ладно, пока. Игра как собрать компьютер здесь? HTTPS www.pcbuildings.com Это игра. Вот это игра. А, нет, вы не видите. Сейчас покажу. Вот. Подождите. Вот это. В самом деле она вот тут. Вот тут первая версия. Вроде есть. Там трейлер вроде есть. Есть, но не... Конечно. Знаешь что, я сейчас пойду сюда. Почему мы медленно? Медлит. Я вот, смотри, вот тут сюда иду. В доверенный сайт, самый доверенный, который у меня есть. И покупки. Вот смотрите. Ну вот. И тут есть трейлер об нем. Пожалуйста. Что? Трейлер. Трейлер ты хочешь? Да, я его видел, но хочу опять. Я тебе скину ссылку ко всем. Да ладно, не надо. Ну, нет, просто... Ну, ладно, покажу. Только звук не будет. Гуляй, где есть. Но будь в курсе, что звук не будет, окей? Окей. Вот смотри. Трейлер. Начинаю трейлер. Вот тут. На самом деле я включил звук. PCBS. На самом деле я очень включу эту игру. Я тоже. На самом деле перед октябрем 16-м она будет бесплатна в Epic Games. Вот как я получил Kerbal Space Program. У меня есть это. У меня тоже есть. Я ее получу бесплатно, на самом деле. Просто из Epic Games. Ну, я ее... Я хочу сделать... Ракету, ну, в смысле, та, которая... Военная. Хочу сделать военную ракету. А у тебя Turbo Space Program 2? Не. Ладно. Я посыпаюсь. Хочешь, что ты на мой канал? М? Смотри. Там что-то происходит. Смотри. Хочешь, покажу мой канал? New York Channel. Что тут? Мой промо-кордер. Вот. Вот этот. В чате. Можете разрешить... Админ. Григорий, можете разрешить, пожалуйста, чтобы я могла отправить всем? Я не буду противиться. Мне нужно отправить ссылку всем. No. I won't. Или я вам отправлю, а вы отправите всем. I won't sub. Что это? Я сам не знаю. Объясните, пожалуйста. Можешь поставить на стол и показать это? Так. Похоже на... Недостроенное что-то. Нет, это я закончил уже. Из какой коробки ты это взял? Это просто... Это... Нет, это не набор. Это я просто нашел. Много разных деталей. Сделал вот это. Пистолет. Вот что, скажу. Пистолет на аккумуляторе. Можете... Григорий, можете разрешить, чтобы я мог всем отправить? Я вас не слышу. А, я микрофон выключил. Да. Я микрофон выключал. У меня там включен чат. Можете разрешить, чтобы не только вам могли отправлять, а все, все и вам. Я не знаю, я не против. Внизу или сверху вправо должно быть это включено. Там должно быть окошко и выберите самую последнюю снизу. Так, сейчас, подожди. Я сначала хочу... Я хочу запись остановить. Что такое... Ну, это программа для презентации. Там в опциях, когда начинаешь новый слайд-шоу, делать, а в опциях лэй-аут. Вот, можно делать радужным. Кольца настроения. Это программа платная? Нет, нет, платная. Ладно, скажи просто, как называется. Так, не переживай. Даем слово Грише. Гриша, пожалуйста. Что это такое? Кольца настроения – это такие кольца, наполненные черно-чувствительным элементом, как жидкий кристалл. Этот кристалл меняет все в зависимости от настроения человека. Где они получили? Когда у человека меняется настроение, кровь прилегает к разным частям тела, меняя температуру. Тут есть там температурные... Что заставляет кольца менять цвет? Сторона человека. Когда у человека меняется настроение, кровь прилегает к разным частям тела, меняя температуру. Вот тут там разные... При разных эмоциях. Что заставляет кольца менять цвет? Сторона кольца. В зависимости от температуры в пальце, кристаллы нагреваются, имеют положение и отражают разные количества света, что мы принимаем как свет. Каждый цвет можно перенести в температуры, которые можно отнести к настроению. Вот тут значение цвета. Темно-синие, счастливое, романтичное, полное гармония. Там спокойное, усиленное биополе. Вот такие. История кольца настроения. Изобретатель кольца был Джон Реннольд. У него появилась эта идея после того, как он с другом, кто был доктор, пошел на осмотр одного мальчика и увидел, что использовались такие интересные кусочки клейкой ленты с термочувствительной жидкостью, чтобы измерять температуру. И он решил налить эту жидкость в кольцо. Потом он приписал к разным цветам эмоции. Сначала цены были огромные. 250 за серебряные кольца и 500 за золотые. В сегодняшней инфляции за серебряные 500 долларов, а за золотые за 1123 доллара. Еще он первые три месяца сделал 3 миллиона. Потом его кольца стали менее популярными, потому что другие люди сделали кольца такие же, только за 3 долларов. Нормально. И вот это в 1970-х было частью, ну, это была вообще народная вещь. Мое кольцо. Блин, фотографию забыл ставить. Я сейчас покажу фотографию. я получил это кольцо в аквариуме, но не совсем. Я его получил в сувернирном магазине этого аквариума, поэтому это поэтому это дельфин. Но кольцо реально работает, и купил я его только за 3 евро 50 центов. Поэтому я кольца эти рекомендую. Сейчас я в фотографии зайду. А что нельзя, куда их нельзя пускать? Вот. Это мое кольцо, это дельфин. Где ты купил? Настроение у меня... Настроение у меня, вот я сейчас... У меня есть листочек с настроением, и я распечатал. Гриша, Гриша, Илюша задает вопрос. А какой? А я бы его купил в Черногории, Сербии, в Ирландии? В Ирландии. Ладно. Там в аквариуме Силайф в Сербии. Почему стоило так много, а сейчас так мало, 3,50? Ну, не знаю. Просто разные методы уже их делать. Там у меня тот синий цвет, значит, я успокоен. Вот там видно чуть-чуть зелёный, это смешанные эмоции, а там выглядит чёрно, но это на самом деле не чёрно, это просто... Это просто... Это... Это просто там с разных углов по-разному кольцо выглядит. Предупреждение. Эти кольца нельзя опускать в воду. Они ломаются после этого. Ну, ну, там они не полностью герметичные, и вода попадает к кристаллам. Это вообще просто разрушает эти кристаллы. Они не будут работать, как они должны. Либо они не будут взять цвет, или будут просто чёрными. Спасибо. Да, очень интересная реклама была. Это не реклама, это презентация про кольца. Ну, ладно, но мне это очень понравилось, и я... И ты мне кое-что добавил, что я бился над этим почти уже почти несколько недель. Что? Что на день рождения? А-а-а. Я уже бился над этим несколько недель, потому что раньше я хотел это, но папа сказал, что он мне даст это за что-то другое, и ещё лучше, чем это. Намного лучше, чем я ожидал. Поэтому... Илюжа, а ты родителям на свой день рождения подарок приготовил? На самом деле, я ещё копью на этот подарок. У меня ещё и один, только 1,64. евро. Ну, то есть, ты собираешься поздоровить и маму, и папу? Да, я собираюсь на Новый год, и в день рождения, и так далее. Нет, я, по-моему, не понял мой вопрос. Ты подарок, когда твой день рождения, ты собираешься подарить маме? и ещё не понимаю, потому что для моего день рождения ещё месяц с чем-то, поэтому у меня ещё нет. Ну, смотри, маму надо обязательно поздравить. И папу надо. И папу. Они оба виноваты, что ты-то сейчас с нами разговариваешь, правда? Но ещё вот мой листочек с эмоциями. А, дайте, что вот это? Очень вкусная вещь. Так, Илюша, Илюша, тормози. Сейчас у нас сейчас Гриша выступает, притормози. О, вот у меня листочек с эмоциями. Тут цвета, тут по-английски и тут в зеркальном отражении плохо. Ну, тут самый вот это чёрный, если что. Самый редкий цвет серый. Серый значение серого вот этот и этот вместе. И у меня уже был серый, но не было красного ещё. А что это такое красное? Красное страх. Ну, негативные эмоции красные означают. А серый что означает? У меня страха тебе не было, конечно. Если ты его будешь... Ты боишься темноты? Хочу спросить. Брят. Реально. А серый цвет что означает? Что? Серый цвет, какая эмоция? эмоция? Ну, это... Это не одна эмоция, это две эмоции сразу, это темно-синий и розовый вместе. А что они делают? Значение. Какое значение, гриф? Ну, спокойный и как туристику. Классный. Ладно, сейчас давайте поиграем игру, которую мы раньше играли. Что это? Угадайте. Вот это. Шестеренка. Молодец. Правильно. Сейчас угадай, что это. Нет, не то. Так, надо придумать что-нибудь. Так, о, нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Угадайте, что это? Так, Гриша, ты когда показываешь, ты говори, привет. Угадайте, что это? Правильно. А вот сейчас Сейчас угадайте, что это. Какая-нибудь зверюшка. Неправильно, тапок. А вот это что? Угадайте, что вот это? Вот это что? Тапок снова у него. А, ножницы, ножницы. Правильно, Гриша, молодец. Вот это что? По-моему, ты еще один тапок нашел. Правильно, это другой тапок. А угадай, что это? Это другой тапок. Угадай, что это? Колесо. Молодец. Я думаю, что вы это угадаете, потому что только я использую это с мамой. Что это? Какой-нибудь крем. Молодец. Крем для рук. Два в одном. М. О, а вот это что? О, И. Поляки не имею. Вот такая штучка, видите? Нет, поляки не имею. Посмотрите. Я ее использую вот для чего. Я провожу с ее помощью опыт. Вот в это место, вот сюда, я кладу обыкновенную иголку, которую можно руками что-нибудь пришить. А потом вот так нежно ее опускаю на воду в стакане. И эту штуку погружаю. Вот если это уровень воды, я вот так раз. И она уху, и она лежит на воде. Она остается на воде, а эту я штучку тихенько вынимаю. Это у меня специально сделан инструмент, чтобы детям показывать этот фокус. Ладно, я что хочу вас спросить. А если просто бросить иглу, она не будет плавать? Нет, она может вот так накренеться и упасть под воду. Она утонет, потому что надо очень аккуратненько кладить. Кладите, что это? Какой-нибудь... Не знаю. Это его экран. Ммм. Я думаю, что Григорий за это знает. Так, что-то не знаю, что это такое. Клавиатура, может? Нет, это не клавиатура. Хотите вы узнать, что это? Да. У тебя вот это есть? У меня будет вторая версия скоро. Мне нужна вот такая. У меня есть трюк, которому нужна вот такая. Но её надо отдельно покупать. А может быть тебе скинуть? Да нет, нормально. У тебя. А нам Лёва что-то хотел, по-моему, показать. Лёв, ты будешь показывать? Микрофон. Да, я уже показываю. Что это? 3D-ручка? Какая-нибудь ручка есть. Правильно, ручка. Угадайте, что это? Что-то похожее на паяльник. Нет. Это наждачка. Нет. Она такая большая, потому что это близко к камере, если что. Да, это понятно. Она вот таких размеров. Что это может быть? Пирамидка. Может быть, маркер какой-нибудь? Нет, нет. Сдаюсь. Ну, просто специальный кубик такой. Что-то, сдаюсь. Григорий еще и сдался. Я тоже сдаюсь. Лего. Лего деталей. Так, ребята. Если вы с этой стороны, вы слишком быстро бы угадали. Ага. Так, ладно, давайте завершаться, ладно? На сегодня будет? Нет, последний раз. Угадайте, что это. Стеклян. Линейка, линейка, линейка. Ура, правильно. Ага. Как это значит, что надо? На экран ставлю. Голова Биби-8. О, сейчас вам кое-что покажу. Думаю, что был рисунок какой-то. Так, нет, по одному разу давайте я еще покажу. Вот это что? И... Не понимаю. Какой есть крючажка? Она вот так выглядит, вот. Дрех. Не понимаю. А если так вот посмотреть, вот с этой стороны, то вот так. У меня есть... Что-то, похоже, у них встречал никогда. Значит, это... Я сделал модель, которая показывает магнитное поле вокруг проводника с током. Вот эта палочка, это проводник. Я думал, что это с магнитами, да. Я думал, что это что-то с магнитами. Я специально своим ученикам показываю. Так, ребята, завершаемся. Так, ладно. О, нет, забыл показать. Что это? Не видно ничего, черное сюда. Что это? Угадайте, что это? Фонарик? Нет. У вас у каждого есть... Если у вас ноутбук или компьютер. Ну, это, наверное, жидкость для протирания экрана. Мышка! А, мышка. Нагрев есть даже. Ладно. Давайте завершимся, ребята. Все, пока. Можно последний? Пока. Угадайте, что это? Пошли. Какой-то робот. Нет. Гриша, скажи, как называется это кольцо? Кольцо настроения. Кольцо настроения. Левочка, покажи-ка, что ты там показывал. Я показываю. Можно я обжарю? О! 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 Это не то. Лева, где то, что ты покажешь, Лева? Что это? Какие-то наклейки. Нет. Это связано с тетрадями. А, облука для этих тетрадей, чтобы... Для старинных тетрадей есть такая облука, чтобы не заморались. Обложка. Что вот это? Обложка, конечно. На самом деле, я это уже не использую. Что вот это? Лего. Нет. Знаешь, что это микробит? Да, я знаю, мне нужен один. У тебя есть один? Нужен один. А для чего? Для робота одного. Рекомендую микробит 2. Угадай, что это. Так. По-моему, это коробочка для чего-то. Нет, 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 нет. Это шарики соединённые. Ну да, но неправильный ответ. Так, ребята, ну всё, давайте. Какое у тебя сейчас настроение? Угадай. Посмотри на кольцо и скажи. Угадай, что это сначала. Понятное не имею. Сдаёшься? Сдаюсь. Григорий, ты тоже, вы тоже сдаётесь? Я такую штуку никогда не видел. Сдаёшься? Может быть, это головоломка? Да. Надо так, чтобы все белые вот эти были на одной стороне, а все синие были на одной стороне. Понятно. Я подробные штуки никогда не видел, кроме кубика Рубика. Ладно. Знаешь официальный сайт этого? Ну да, там есть на коробке. Тебе коробки... Так, ребята, ребята, всем до свидания. Пока. До свидания. Спасибо вам. До следующего вторника. Пока. Пока. До свидания. До свидания. Продолжение следует...